Потом следующий сценарий, это может быть, мы сейчас говорили о самом популярном сценарии на Западе, это вот нейтралитет Украины и большая сделка с Россией. Самый популярный сценарий, наверное, в Украине, это вступление в НАТО. Это как четвертый мы называем сценарий. Почему вы думаете, что он самый популярный? Я вам хочу сказать, Андреас, вот даже в программе президента нашего, когда он шел на выборы, не было этого пункта, на всякий случай вам хочу сказать. И сегодня как-то, ну, я не вижу, что, вот сразу после начала войны увеличилось количество людей, но последние опросы показывают, что, ну, не катастрофически уже оно как-то. Да, но вот в экспертной среде, в элите, я думаю, многие, вот, я тоже этого очень хотел бы, да, я думаю, это было бы идеальное решение для Украины. И вот, я думаю, это и есть идеальное решение для Украины. И поэтому многие любят об этом говорить, и нужно вот поговорить с НАТО, поехать в Брюссель, постучать, там, стандарты унифицировать, воплотить натовские стандарты в украинской армии, провести референдум и все, так сказать. И потом уже подать заявление, уже вот, все это, проделав весь этот путь, и в конце этого пути будет вступление в НАТО. И я боюсь, что его просто не будет, потому что я вот, мы уже тоже это тут обсуждали, проблема в том, что НАТО не является супранациональной организацией, а межгосударственной организацией. И, собственно, решение о вступлении какой-либо страны в НАТО принимается не НАТО как организацией, а каждым индивидуальным членом, каждым правительством каждого члена, каждой страны члена НАТО. И там должен быть полный консенсус. То есть 28 или скоро 29 правительства должны согласиться. И там всегда найдется, пока вот будет этот российско-украинский конфликт, по крайней мере пару стран, в частности в Западной Европе, которые будут против. В Северной Америке или Восточной Европе, там я себе могу представить, что эти члены, они могут проголосовать за вступление, Великобритания, наверное, тоже за вступление. Но там всегда будет среди континентальных западноевропейских стран, Греция, Италия, Германия, там всегда найдется по крайней мере пару стран, которые будут, пока вот этот конфликт существует с Россией, которые будут против голосовать. И поэтому, к сожалению, парадокс состоит в том, что Украина только сможет вступить в НАТО, когда, собственно, Украина в НАТО не так уж и нужна будет. То есть, когда конфликт будет закончен, а тогда уже, и чего нам, собственно говоря, волноваться? Да, тогда уже можно было бы, то есть это, ну я думаю, это было бы, скажем, совершенно другое правительство в Москве, да. И тогда этого ощущения было, может быть, уже не было, может быть, сама Россия вступила бы в НАТО, то есть это, тогда уже будет совершенно другая игра, но это другой мир на самом деле. То есть, печальное, так сказать, мое заключение такое, что вот Украина только может вступить в НАТО в этом другом параллельном мире, так сказать. Как бы это хорошо ни было, я бы вот, если бы действительно было бы шанс, то есть можно было бы себе придумать такую стратегию, что сейчас Украина начнет досконально там работать с грецким правительством, с немецким правительством, с итальянским правительством, с французским, и что они их будут там в течение многих лет обрабатывать, чтобы эти страны проголосовали за вступление. Ну, извините, но вот Голландия, кто ожидал, что Голландия вот вдруг застопорится в утверждении договора? Ну, кто мог предположить? Ну, мы тоже могли думать и о Греции, о чем другом, других пусть меня простят, греки, да. Но, тем не менее, раз и другая история. Поэтому, и мне кажется, почему стоит об этом говорить, особенно в Украине, потому что вот это увлечение, как бы я бы это так называл, с НАТО, оно отвлекает от поиска других путей, от того, что тут многие еще думают, вся проблема в том, что мы не постучали достаточно громко в двери НАТО. И вот, если мы достаточно долго и громко будем стучать в двери, тогда дверь и откроется для нас. Но она не откроется, я боюсь, что горькая правда такая, и она только откроется, когда, собственно, может, Украина уже не будет стучать так громко. В этом вся печаль ситуации. Продолжение следует...